Лето, пора свежих фруктов и овощей. Разнообразие представленных продуктов на прилавках радует. Нужно лишь сделать правильный выбор. Вы ориентирулись на мнение продавца, да? Что предлагаете? Да, как предложили нам, описали товар, так мы это. Верите на слово? Верю на слово. Летом выбираете арбузы и дыни? Не едите? Нет, осенью уже. Сейчас рано вы считаете? Да. Дыни вообще классные, недавно брали. Вообще хорошие дыни. В пользу какого сорта делаете выбор? Вот эту любую берите. Вообще классные дыни. Торпеды. Это не знаю. Я стараюсь вот торпеды брать. Вот любые возьмешь, вот сколько раз брал, ни разу не попадалось, что там зеленые или что. Вообще классные. Любые. А по весу какие берете чаще всего? Средненькие. Крупные не беру. Если, конечно, куда-нибудь едем, там на озеро толпой, там, конечно, побольше берем. Я иду к знакомому продавцу и говорю, выбери мне себе как родной. И все, и мне мальчики выбирают. А что больше всего любите, дыни или арбуз? Арбузы, конечно. Вот есть какие-то признаки, что посмотришь и лучше, наверное, не брать такой? Ну нет, видите, мы живем рядышком. На этот рынок ходим каждый день. К мальчикам, к овощникам подходим каждый день. Поэтому я им верю. Мы ходим к ним годами, десятилетиями. Поэтому никогда не обманут. Я сама не выбираю. Действительно, зачастую продавцы с большим опытом работы лучше ориентируются при выборе. Важную роль играет место и время сбора урожая. Сейчас арбузы идут казахстанские. С Казахстана, Чемкент. Они очень вкусные. Первые всегда идут у нас казахстанские, во-первых. Потом где-то в августе, в конце, в середине августа, в конце пойдет Волгоград, Оренбург. Сейчас пока эти. Во-первых, надо, чтобы он был без всяких извилин. Хорошенький такой, видите, чистенький. Ну, кто смотрит тут на жопки, кто на хвостики, короче, кто куда. Я их выбираю всегда по хрусту. Если хрустит хорошо, значит, это наш хруст. Этот значит, пожалуйста, хруст у нас есть. Насыщенность цвета большого значения не имеет. С дынями ситуация такая же. Покупатель иногда может заметить на них небольшие темные пятнышки. Это не страшно. Они же лежат, когда на земле. Это от земли идет такое пятнышко, когда она растет. Они лежат вот так вот. Это просто от земли. Это ничего страшного такого нет. Бывает еще то, что когда она на солнце лежит. Это от солнца еще может быть. Это не заражение, это ничего такого. Это просто уже спелая дыня. Выбрать можно между тремя сортами. Торпеда более водянистая, крупнее по размеру. Это колхозница, в ней больше мякоти. Позднее появится и туркменка. Она поспеет в августе и сентябре. Славится своим ароматом. Цена в среднем на все сорта 60 рублей за килограмм. Арбуз дешевле по 35. Стоимость еще немного снизится. Обратить внимание, копейчанам предлагают и на виноград, персики, сливы, нектарины. А любителям экзотики предлагают манго. Манго мы уже где-то с весны мы возим его. Ну, кто знает, оно хорошо как бы идет. Взрослые хорошо едят. Женщины хорошо едят, много его берут. Как бы что, оно такое легкое, вкусно, мягкое. Женщины очень много берут, как бы на вечер себе, особенно на десерт. Употреблять фрукты можно в свежем виде или мариновать в них мясо. Хорошей основой послужит киви. Мясо хорошо замачивает, оно как бы такое мягкое. Это мясо само по себе становится мягким, таким нежным. Украсят летний стол свежие овощи. Помидоры и огурцы разных сортов подойдут и для засолки. Помидорки вот такие тоже идут и на засолку. Видите, они такие сами по себе сливовидные, красивые. Кто череп добавляет вместе с огурчиками, где-то ассорти делают. Вот, пожалуйста, всякие красивые. Вот эти вот тоже в мешке пупырчатые, их сейчас тоже берут на засолку. Они самые такие, они плотненькие, хорошие, прям так это, на зиму вот тоже. Сейчас засолочный, да, сезон пошел, уже пошла засолка. Огурцы, помидоры, грибочки сейчас пойдут. Каким продуктам отдать предпочтение – личный выбор каждого. Радовать своими полезными свойствами они будут еще на протяжении нескольких месяцев. Радовать своими полезными свойствами. Продолжение следует...